Приветствую! В эфире Елена Литвиненко и тема нашего сегодняшнего эфира «Как говорить так, чтобы вас хотели слушать?» Я хочу сказать, что это третье занятие нашего маленького онлайн-курса о том, как применять ораторские приёмы и навыки в обыденной жизни для решения каких-то своих жизненных задач, целей, для налаживания отношений, для качественного и эффективного общения. И, конечно же, голос, речь, умение вести беседу, выступать – это неотъемлемая часть ораторского мастерства. Ну и какой же, как говорится, главный враг вот этого вот приятного для слуха общения или выступления мы сейчас с вами поговорим. Я тренер по ораторскому мастерству и технике речи, актриса по образованию и с опытом работы на радио, телевидении и в профессиональном театре. Но вот уже более 15 лет, как я занимаюсь педагогической и тренерской деятельностью. И мне это, в общем-то, очень нравится, потому что успехи моих учеников, моих участников моего обучения онлайн, они меня всегда очень сильно вдохновляют, заставляют, мотивируют, заставляют развиваться, совершенствоваться. Я всегда, в общем-то, стараюсь уравновешенно и относиться к конструктивной критике, если такова и имеется. Пожалуйста, не бойтесь, как говорится, меня ранить, обидеть. Высказывайте свое мнение по поводу того, о чем я вам буду говорить. Ну, вот буквально вчера я прочла такой комментарий к одному из своих видео, что у меня достаточно резкий и напористый голос. А знаете, почему я так разговариваю? Это совсем не потому, что я не могу разговаривать как-то иначе. Просто потому, что вот в этом, в таком голосе, в нем есть энергия. Энергия, которую я хочу передать своим слушателям, зрителям. Если же будет другая ситуация в моей жизни, когда у меня будет диалог достаточно близко с человеком там в одном метре, деловой или личный, то я, естественно, изменю характеристики своего голоса. Однако, если вы умеете их изменять, эти характеристики голоса, речи, это очень здорово. Вы, как говорится, на волне. Но совершенству нет предела. И вот у нас есть какой-то первый комментарий, мне хотелось бы его увидеть. Ага, Светлана к нам присоединилась. Привет, привет, Светлана. Ага, вот тут еще кто-то. Но написано на латыни, разобрать не могу. Смотрю в чат и, к сожалению, вот с такого расстояния не вижу. Но, впрочем, не об этом, да? Смысл в том, что хорош как бы тот тон голоса, та громкость голоса, тот характер речи, который подходит к конкретной данной ситуации. Когда я веду какие-то обучающие программы, мне нужно привлечь своим голосом внимание к себе правильно, а не усыпить. Поэтому обязательно, но есть металлическая нотка, обязательно есть определенный такой мобилизующий характер речи и достаточно сильная громкость. Если это вам давит на уши, немножечко прикрутите на своем гаджете. Однако у многих очень тихие динамики. Лучше прикрутить в сторону тихо, чем прислушиваться и не понять, так и не понять, о чем человек говорит. А со мной, например, такие случаи были неоднократно, когда я включала видео, но так и не могла. В самый ответственный момент какого-нибудь видеоурока я натыкалась на то, что я не слышу того, о чем говорит его создатель. Не могу разобрать слов. Это происходит по двум причинам. Первая причина, как я тут написала, долой монотон. Что такое монотон? Ну, из тех, кто уже присоединился, монотон – это какая речь? Что означает? Это значит, что она на одной буквально-таки ноте. Вот из этой серии, кстати говоря, по поводу монотона есть у меня одна достаточно интересная, я бы сказала, даже смешная история. У нас был, когда я училась в университете, у нас был преподаватель, по тем временам, знаете, преподавали еще начальную военную подготовку по НВП. Майор в отставке, в запасе точнее. Который разговаривал все время вот так вот, как будто бы вот у него одна только нота есть, и других нот у него совершенно нет в голосе. Он говорил так, и вот тема нашего урока, записывайте, пожалуйста, открывайте тетради. И тут же ему в этот момент звонил телефон, и он говорил, да, Галя, что борщ, какой борщ, да, конечно, я приду домой. И продолжал точно так же вести урок дальше. То есть он не делал свою речь, не тише голос, да, он не замедлялся, не ускорялся, он все время вот как будто бы, знаете, как белка в колесе, да, как будто бы у него вот такое шоссе, и там нельзя не притормозить, не ускориться, и вот только, только так, с одной скоростью на одной ноте вот в четком фарватере. Это практически слушать было очень сложно, я вам хочу сказать. И если это слушать продолжительно, даже вот при таком достаточно скрипучем, таком боевом голосе, тем не менее, это довольно сильно утомляет. А в тех случаях, когда голос еще к тому же вот такой вот нежный, плавный, женский, но все время на одной ноте, но все время с одной скоростью, то он еще и усыпляет. Поэтому что важно? Нужно нотки-то менять. А как менять, да? Прежде всего надо включать различные интонации. Смотрите, когда мы говорим повествовательное предложение, у нас точка в повествовании – это интонация вниз. То есть мы уже ни на одном уровне, ни на одной ноте, мы опустились вниз. Но если мы используем в своей речи, к примеру, вопросительные предложения, то мы, соответственно, поднимаем интонацию вверх. Кроме того, запятые, как то, что при написании текста обозначается запятыми, различного рода там перечисления, это тоже подъем вверх, и еще раз вверх, и еще раз вверх. Ну, к примеру, «Выглянуло солнышко яркое, теплое, ласковое». Ну, можно сказать и так. «Выглянуло солнышко теплое, яркое, ласковое». И раз, два, три точечки такие. Речь получается, что называется «рубанная». Кроме того, если вы не вкладываете в свою речь эмоции, то есть одно дело солнышку порадоваться, яркое, ласковое, какое-то там еще забыла только что, сказала и забыла. Но смысл в том, что вложили эмоции, улыбнулись, и на улыбке совсем уже другой голос, пошла уже другая интонация. Да, я сталкиваюсь постоянно все время с тем, что мои ученики, как говорится, ходят вдоль коридора. Я им говорю, поднимайтесь по ступенечкам, а они идут вдоль коридора. Говорю, раз, два, три, четыре. Но они считают так. Раз, два, три, четыре. И идут вдоль коридора, двери вдоль коридора считают. Это определенный навык. Навык, который можно освоить. С первого раза не получилось. Ну что ж, просто попробуйте еще раз. Для этого есть большое количество упражнений. Вряд ли мы сегодня сможем эти упражнения. Но одно из них, все-таки самое простое, которое даже не нужно писать, его очень легко на слух воспроизвести, мы с вами сделать попробуем. Да? Итак, мы будем считать этажи только не снизу вверх, а сверху вниз. Представьте себе, что вам нужно найти такую достаточно высокую нотку, на которой вы могли бы говорить. В вашем голосе есть высота звучания на различных нотах. Какие-то ноты, если вы скажете, например, а вы опуститесь в нижний регистр. А если вы скажете как горно пионерский, или я еще говорю, песенка «В лесу родилась елочка» начинается вот с этого интервала музыкального. «М-м-м-м-м-м-м-м-м» и это уже высокая нотка, на которой вы можете говорить. Вот найдите такую высокую нотку в вашем голосе, на котором вы можете говорить. И оттуда мы будем потихонечку спускаться вниз. Считать этажи, да? При этом мы будем как бы слегка напевать. Упражнение таким образом придумано. Это облегчает его выполнение. Мы будем как будто бы напевать. Вдохнули, нашли эту нотку высокую и начинаем спускаться. И десятый этаж, и девятый этаж, и восьмой этаж, и седьмой этаж, и шестой этаж, и пятый этаж, это примерно середина, и четвёртый этаж, и третий этаж, и второй этаж, и первый этаж. Подвал. Кто попробовал сделать вместе со мной? Что получилось? Получилось ли? К сожалению, человек, когда это делает, ему очень трудно самому определить, а действительно ли он на каждой фразочке опускался, опускался, опускался. Но есть замечательный способ для того, чтобы заниматься самостоятельно. Просто нужно научиться делать свои аудиозаписи. Вот и всё. Сейчас почти каждый телефон, смартфон оборудован функцией аудиозаписи, диктофоном, попросту говоря. Записывайте себя на диктофон. И потом слушайте. Если первый раз вы обнаружили, что он... опуститься не удалось, а где-то в каком-то месте вы зафиксировались и пошли вдоль коридора, попробуйте сделать свои ступенечки покороче и всё-таки уложить все десять этажей в отведённый вам природой пока что неразвитый диапазон голоса. Ну, как его развивать? Это, естественно, для взрослых людей. Вы же не пойдёте сейчас поступать в какое-нибудь учебное заведение, где этому учат. Конечно же, существуют курсы, тренинги, онлайн-тренинги, ну и в частности вот обычные, обычные, что называются, живые тренинги, выездные тренинги. Вот буквально в июне я такой тренинг провела в городе Бердянске, получила отличные отзывы, и организаторы сейчас меня очень просят ещё раз провести, даже расширить этот тренинг, не только первый модуль по голосу, да, людям дать, но и расширить, значит, по ораторскому мастерству. Поэтому это будет большой пятидневный тренинг. Впрочем, об этом позже. Об этом подробнее, скорее всего, на этой странице появится много ещё информации. Так вот, вот осваивайте диапазон. Есть ещё одно замечательное упражнение, которое, ну, в общем-то, я освоила не сразу, не с первого дня, скажем так, не сразу мне это получилось. Хотя некоторые мои талантливые ученики это делают с первого раза. Будем произносить звук Р, даже не то, чтобы Р, а скорее Р, такой мягкий Р звук. И будем мы его то поднимать, как на лифте, то опускать. Каким образом? Найдём нижнюю ноточку, да, лифт на первом этаже. Опустились вниз, да? Нашли низкую ноту. И потом. Попробовали? Похоже на лифт. Давайте ещё раз вместе. Если есть вопросы по этому упражнению, спросите, я вам отвечу голосом. Начинаем снизу ещё раз. Пробуем? Жду, есть задержка небольшая в YouTube. У меня тут и YouTube, и Facebook. Два ноутбука открыты. Ну так, давай. Давайте, да? Пробуем ещё разочек. Вдохнули. Нашли нижнюю нотку. Вот так вот поднимаюсь и опускаюсь на звуки Р. Звук Р вообще очень специфический. О нём можно много говорить, есть много упражнений. И он такой очень-очень-очень полезный звук. Поэтому желаю вам освоить вот это упражнение. И тогда вы интонационно сможете и вверх уходить, и вниз спускаться. Поэтому будем бороться с монотоном. Как говорится, вот интонации – это лучшее оружие в борьбе с монотонной речью. Так, второе. Хочу посмотреть, что я. Номером два. Так вот. Как мелодика речи воздействует на человека, вы уже поняли. Мелодика должна быть разнообразна. Чем она разнообразнее, в общем-то, тем слушать человека интереснее. Тем дольше, скажем так, вы его прослушаете. Чёткость речи. Ну куда ж без неё? Технические средства. Вот такие, как интернет, телефон, любые программы, болталки, что называется там, скайпы, вайберы и так далее. Все они, естественно, что звук трансформируют. Более того, они как бы съедают часть от того, что мы говорим. Некие обертона, некоторые звуки просто перестают быть слышенными. Точно так же, как, скажем, видео или фотоаппаратура не может передать все градации, скажем, красиво расцвеченного неба на закате или на рассвете. Точно так же технические средства не могут в полной мере передать все ваши интонации, все звуки. Всё это должно быть как бы улучшено, усовершенствовано настолько, чтобы, в общем-то, вот это съедено, собственно говоря, не было. Каким образом, от чего зависит чёткость нашей речи? Чёткость нашей речи зависит в наибольшей степени от того, насколько хорошо развиты артикуляционные мышцы у нас на лице. И для того, чтобы мышцы развить, естественно, что нужно делать, как не только для артикуляционных мышц, но и для любых мышц организма, что нужно делать? Гимнастику. Правильно, гимнастику. Конечно же, гимнастику. И существует довольно большое разнообразие упражнений для развития вот этих самых мышц. Я вам сейчас покажу буквально четыре из них, очень-очень мощные, очень-очень такие, которые сразу дают почувствовать, что мышцы у вас на лице есть. Более того, чем они хороши, эти упражнения, они как бы не только для языка, или только для губ, или только для челюсти. Они как бы хорошо развивают в комплексе. Первое из этих упражнений – это протыкание щёк. Как вы понимаете, и для щёк хорошо, и для языка, очень хорошо для языка. Что важно? Важно чувствовать, какие мышцы у вас напрягаются. То есть не просто сделать вот так, и при этом абсолютно ничего не почувствовать. Нужно приложить усилие. Первая, как говорится, первая ступень этого упражнения, когда вы просто сделали вид, что протыкаете правую щёку, к примеру, и задержали её в таком положении. И почувствовали, что напряглись и мышцы на щеке, и вот там вот мышцы в корне языка. Кто почувствовал, поставьте плюсик, поднимите руку, единичку, что-нибудь в чате напишите. Потом левую щёку, соответственно. Вот таким вот образом. Второй, как говорится, вторая ступень того же упражнения. Это же действие, но мы ускоряем. Причём ускоряем до такой степени, чтобы сделать и направо, и налево за одну секунду. Одна секунда, как известно, у нас длится примерно, если мы скажем, 21. То есть надо успеть. Если вы сделаете подряд это упражнение хотя бы 5-6 раз, вы точно почувствуете какую-то неприятную усталость, скажем так, мышц. И эту усталость, конечно же, терпеть не нужно. Есть прекрасное расслабляющее упражнение, которое мы назовём лошадка. Знаете, как лошадки делают? Для того, чтобы хорошо получилось, просто уложните немножко губы слюной. Отлично снимает любую усталость с мышц на лице. И третий уровень того же самого упражнения. Проткну два раза щеку. В идеале надо научиться делать это всё достаточно быстро и 8-10 раз. По 8-10 раз. Второе упражнение, которое тоже отлично работает, это покусывание языка. Покусывать язык начинаем от кончика и туда, к корню языка, да? И обратно. Сделайте хотя бы раз 6-5-6. А потом покусайте язык слева и справа. Боковыми зубами. Ну и потом помассируйте губу и десну сверху. И по кругу вправо 4 раза и влево 4 раза. Я думаю, что если вы активно, интенсивно сделаете эти упражнения, то вы опять же почувствуете лёгкую усталость. Лёгкая усталость – это на самом деле хорошо. Это свидетельствует о том, что вы делали правильно. Ну и потом, конечно же, снова расслабьте свои мышцы. Вот такой вот хотя бы маленький такой лёгкий комплекс упражнений, он весьма улучшит, даже буквально за недельку улучшит состояние ваших мышц. И тогда можно начинать тренировать, собственно говоря, звуки. Прежде всего, в первую очередь, всегда тренируются 4 пары так называемых взрывных звуков. Они все, эти 4 звонкие, находятся с начала алфавета, их очень трудно забыть. Б, В, Г и Д. И теперь пары к ним. Б, П, В, Ф, Г, К и Д, Т. 4 пары. Я думаю, что если вы заинтересованы этим материалом, то вы можете это легко записать, и даже запомнить это несложно. И вот эти буквы, чередование этих букв и упражнения с этими буквами нужно делать в первую очередь. Они как бы самые сложные в произношении, проще всего пропадают, П, П, П превращается в такое просто выдыхание. Звук К в конце слов К, КРИК превращается в КРИК. И ГРОК превращается в ГРОБ. ГРОТ превращается в ГРОБ. И вот так вот эти, скажем так, глухие и согласные из этих четырёх пар, они очень легко улетают из нашей речи и становятся неслышимыми. Поэтому дикцию тренировать можно, нужно, и в принципе это не трудно. Это даже весело, особенно если к этому процессу подключать детей. А уж для детей это как полезно, это явно. И, конечно же, если вы будете произносить все звуки, если вы будете, отнесётесь, как говорится, с вниманием, бережно будете относиться к чёткости речи, то, естественно, всем остальным людям, которые вас слушают, будет слушать гораздо приятнее. Потому что они не будут вас переспрашивать, они не будут двояко понимать. Некоторые слова очень легко двояко понять, если вы проглотеете там одну, а то и два звука. Вот. Естественно, что чёткость речи, это она как бы на втором месте. Ну и третье, о чём я хотела бы сказать, сейчас мы проконтролируем время. Совсем мало времени осталось, но обязательно скажу. И третье, что ещё очень важно, это, конечно же, скрытый мотор нашей речи. Что же такое скрытый мотор нашей речи? Ну, ваше предположение, что можно назвать мотором нашей речи? То, в общем-то, без чего, как говорится, наша речь становится почти неудобоваримой для слушания. Кто, кто, кто думает, что можно назвать мотором нашей речи? Хотелось бы прочитать. Кто же, кто как считает? Темп или скорость нашей речи. Если скорость нашей речи постоянно одинаковая, а это особенно слышно, если человек читает что-либо, да, он как бы когда читает, он берёт один темп и в этом темпе читает всё, даже если он окрашивает свою речь интонациями, даже если он ещё каким-то образом эмоции в эту речь вкладывает, да, даже если он дикционно чётко всё это произносит, но всё это в одном темпе, ну, это, знаете, как, вот, есть, конечно, автомобили, точнее, знаете, наверное, вот, скорее, какие-то электросредства передвижения, скажем, там, я не знаю, вот, но другие, обычные, как говорится, машины, автобусы, ни одна из них не ездит с одинаковой скоростью. Мы то обгоняем, да, впереди идущий транспорт, то замедляемся на светофоре, то вообще останавливаемся в пробке, к примеру, да, то есть вот это то замедление, то ускорение, то пауза, вот это и есть вот этот самый скрытый мотор нашей речи. Для того, чтобы говорить быстро, нужно иметь хорошую дикцию. Для того, чтобы говорить медленно, для некоторых это проблема, да, нужно поработать, существуют такие медленноговорки, нужно научиться растягивать гласные. Всё это, как говорится, определённые навыки, которые вырабатываются. Но для того, чтобы речь ваша была для слушателя более приятной, постарайтесь делать паузы. Они должны быть, естественно, смыслово, абсолютно обоснованы, не просто где попала пауза, а по смыслу делать паузы. Кое-где, где, как говорится, дополнения, где какие-то пояснения, проговаривайте текст чуть быстрее. Там, где вы хотите сделать акцент, говорите медленнее. Вот, в общем-то, я исчерпала, скажем так, программу на сегодня. Занятие было запланировано быть 30-35-минутным. Я готова ответить на вопросы, если таковые имеются, у тех, кто сейчас онлайн. Но даже если вы будете смотреть это видео в записи, вы всё равно можете в комментариях задавать вопросы, и я обязательно вам отвечу на них. Ну и у меня была задача презентовать наш будущий тренинг, который пройдёт на побережье Азовского моря. Я там уже была. Отличное место в Бердянске. Такой хороший очень пляжик. Песочный, песчаный. Вот песочек такой беленький, тоненький. Собралась у нас замечательная компания в июне. Я надеюсь, не хуже соберётся в августе. И это будут два таких больших модуля. Голосовой модуль двухдневный. Мы будем заниматься в основном после обеда, до ужина и после ужина. По два-два с половиной часа. Поверьте, в группе это всё идёт очень живо, быстро. И все взаимодействия идёт такое без напряга, скажем так. Вот. И по утрам у нас будет обязательно дыхательная гимнастика. И различные такие актёрские техники раскрепощения на берегу моря, прямо на пляже. Вот. И второй модуль, он трёхдневный. Это в большей степени ораторский модуль. Там вот как раз мы будем работать над темпом речи, над образностью речи, над интонациями, над эмоциональностью речи. И естественно, что будет посвящено, часть занятия будет посвящена вот как тому самому камню, как говорится, преткновения, которое я называю излишнее волнение, либо неприятное ощущение, такие скованность в теле, в общем-то, в наших голосоречевых органах, которые, ну, портят, скажем так, нам жизнь, не дают нам свободы, свободно изъясняться. Ну, это всё как бы опять же дело наживное, и всё это можно освоить и применять в обыденной жизни. Для собеседований, для небольших выступлений, может быть, перед небольшой компанией, где-то на каком-то торжестве, можно использовать это и для общения в отношениях. Для того, чтобы, скажем так, отношения поддерживать, очень часто, например, между мужчиной и женщиной просто происходит непонимание от того, что они по-разному изъясняются, по-разному говорят. И женщина, как более хороший коммуникатор, в общем-то, очень легко может подстроиться под мужчину, для того, чтобы у них возникло лучшее взаимопонимание. Поэтому, если вас интересует такое обучение, то в комментариях вы найдёте ссылочку на страничку, где описаны подробные программы и условия этого тренинга. И вообще на этой странице, с которой сейчас идёт трансляция, будет ещё информация об этом тренинге, конечно же, будет, и состоится он с 20 по 26 августа. В общем-то, уже очень скоро, очень скоро, через месяц. Поэтому подумайте, хотите ли вы приобрести отличные навыки, замечательные знания, которые потом всю жизнь, как говорится, будут с вами, и будут вам помогать, и будут вас раскрепощать, и будут вам, как говорится, как это называется, вот лучше как бы сказать, лучше, да, образно сказать, да, вот такой рюкзачок, в который вы сложите что-то, необходимые какие-то навыки, да, и по мере необходимости будете ими пользоваться, и для деловых коммуникаций, и для личных, и для выступлений тоже. Вот, и подумайте, хотите ли вы ещё плюс к этому и отдохнуть. Всё, как говорится, два в одном. Ну, и в понедельник я намерена для тех, кто заинтересован в теме, провести VIP-модуль. Он будет в основном о самопрезентации. Поэтому под этим видео в комментариях будут ссылочки. Смотрите, переходите. И сейчас вот пришёл большой, длиннющий комментарий. Сейчас посмотрим. Так, Светлана спрашивает. Когда она говорит, иногда происходит спазм голосовых связок. Не могу даже звука произнести. Вода не помогает. Начинаешь говорить через силу, крепя, и через 5 минут всё восстанавливается. Что делать в такие моменты? Светлана, задам один вопрос. Связано ли это с волнением? Если нет, не связано с волнением, то, скорее всего, вы неправильно извлекаете звук. То есть при говорении вы задействуете только свои дорогие, любимые, малюсенькие голосовые складочки, связочки. Вот. В то время как, если вы будете правильно дышать и правильно извлекать звук, то вы будете задействовать совершенно другие мышцы. Голосовые складки – это тоже, в общем-то, относятся к мышечным тканям. Вы их перегружаете. Им становится трудно. Как вот, когда мы делали лицевые мышцы, разминали, да, в определённый момент наступает усталость. Сбросили усталость. И тогда можем продолжать. Что касается голосовых связок. Смотрите. Так. Как вот сбросить эту усталость, да? Очень хорошо погладить себя. Я понимаю, на уроке это не очень хорошо, но если не умеете иначе пока извлекать звук, то всё-таки погладьте себя, помолчите, найдите возможность помолчать. Внутри опустите гортань, как будто бы на зевок. Это очень хорошо расслабляет гортань и улучшает состояние голосовых связок. Подышите вот так вот. На вот этом полузевке. И вот такое тоже движение в этом районе, да, хорошо нам снимает напряжение. Кроме того, постарайтесь опустить голову и некоторое время говорить с опущенной головой. Найдите для этого возможность, как говорится, посмотрите в какую-нибудь книжку и поговорите вот таким образом. Потому что, когда мы наклоняем голову, нам очень сложно напрягать мышцы шеи. А мышцы, расслабленные шеи, мышцы, расслабленные гортани, они дают вам возможность отдохнуть вашим голосовым связком. Так. Ещё. Если, Светлана, вам понятно, попробуйте это сделать. И я думаю, вы ощутите определённую свободу, определённое вот расслабление ваших мышц и связок. И на сегодня, пожалуй, всё. Светлана, я вас очень приглашаю на вип-модуль. Там мы с вами, что называется, сможем включиться и в голосовом режиме. Я вас буду видеть, вы меня будете видеть, я смогу вам дать более подробные комментарии. Тем более я вас услышу, самое главное. Так. Что-то ещё написала Светлана. И вам спасибо большое. Всем большое спасибо, кто был в эфире со мной вместе. А также благодарность всем тем, кто будет смотреть это видео, за то, что тем интересуетесь, за то, что стремитесь к совершенствованию. Мне всегда приятно с такими людьми общаться. И на этом, как говорится, надолго-то не прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. И, пожалуй, завершаю эфир. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok